Открытый вебинар на тему углубленная работа с 21 арканом. Мы с вами поговорим сегодня о том, что из себя представляет данный тип практики, что из себя представляет работа с арканами и чем конкретно мы будем заниматься при работе с 21 каналом. Двух с халак о себе. Я занимаюсь своим развитием с 2000 года. С 2003 года я занимаюсь в школе Атлантида, получил квалификацию, командора, имея грамоту, дающую право вести обучение под имени школы Атлантида. В прошлом году получил повышение квалификации. И в данный момент я главным образом занимаюсь своим собственным развитием. Поэтому за это время, накопив большой опыт, знания, определенные силы и помогаю другим идущим по пути проходить этот путь в развитии. И занимаюсь в данный момент обучением в нашей школе Эспер Мастерс. Наше обучение, оно состоит из модулей. Первый модуль, он посвящен развитию базовых навыков хода в измененное состояние сознания. Развитие тактильной экстрасенсорики, считывание информации через ощущение, через тактильный канал, связанный с анахатой чакрой. И этот модуль посвящен наработке необходимых состояний для считывания информации, для считывания энергии. Далее, когда у студентов развиваются базовые навыки, экстрасенсорики, базовые навыки видения, нарабатываются, они могут чувствовать свои энергии, энергии окружающего мира. Начинаем нарабатывать биоэнергетический практику, мы работаем со своими тонкими телами, работаем с практиками взаимодействия с внешним миром, таким образом, чтобы накапливать энергию. И здесь работа посвящена, главным образом, убиранию в блоках энергетических различных зажимов и наращиванию своего энергетического потенциала. Дальше такая работа, она позволяет уже на третьем модуле начать работать с внешними силами, с энергиями нашей планеты, с энергией самого организма, планеты Земля. Вам известно такое, наверное, понятие, как места силы. Вы себе представляете, что есть некие области планеты, в которых проходят определенные энергетические потоки, определенные силы, и существуют некие практики, позволяющие на эти потоки, на эти силы настраиваться, с ними взаимодействовать и усиливать свое сознание, усиливать свой потенциал. И в магии любая работа, она совершается на базе внешней энергии, с которой образуется связь, и которую маг через себя проводит. То есть на своей энергии практически ничего не делается. Собственно, энергии мало, энергия, она всегда берется из внешнего мира. И магические способности, они главным образом завязаны. Они упираются в способность вашу взаимодействовать с этими внешними энергиями и дальше из этих энергий формировать некие воздействия, заклинания и так далее. И самая база этой работы, она изучается на вот этом третьем модуле. И сама технология работы с внешними силами, она дается на курсе QRBO-1, который у нас сейчас идет. Значит, зачем, в принципе, этим заниматься? Зачем нужна работа с этими силами? Зачем нужна работа с 21 каналом? То есть все, кто начинает как-то заниматься, практиковать, они упираются в итоге в проблему отсутствия энергии. То есть сначала идет какой-то сбор информации, накопление каких-то сведений, построение картины мира. Но когда человек информации присыщивается, дальше становится интересно что-то реально уметь делать, что-то реально уметь создать своим сознанием, на что-то повлиять. Все упираются в состояние, в то, что такая работа, она совершается в определенных рабочих состояниях. И эти состояния их нужно нарабатывать. Для этого нужно заниматься практиками, а для того, чтобы практиковать, для того, чтобы работать с какими-то воздействиями, необходима энергия. И этой энергии у обычного человека, ее практически нету. Ее как бы крайне мало и мало на что хватает. То есть живя в социуме, человек обычно не умеет свою энергию контролировать. Она рассасывается всякими посторонними связями, негативными столкновениями, взаимодействиями. И в среднем у человека энергии достаточно мало, потому что для ее накопления, для накопления определенного энергетического потенциала требуются специальные условия. Требуется вести некий специальный образ жизни, да, как бы учитывать определенные условия. Тогда энергию можно накопить. И эту энергию ее извлекают из внешнего мира. То есть та энергия, о которой мы говорим, ее невозможно, как бы, получить обычными способами, доступными, как бы, людьми первых трех каст, да. То есть существует проблема слабая энергетика тела, слабая энергетика сознания, энергетические блоки, поражения, негативные взаимодействия, которые энергию человека въедает. И, соответственно, тот потенциал, который человек обладает, он очень крайне занижен. И человек живет, как бы, на очень низком зарядке, скажем так, да, своей батарейке, вот, и реализует только очень маленький процент того, что в человеке заложено. И существуют какие-то обычные доступные источники пополнения энергии, которым далеко не все пользуются, да. То есть это некое правильное питание, здоровой пищей, насыщенной энергией солнца, сон, здоровый образ жизни, да. То есть занятие фитнесом, спортом, поддержание своего тела в тонусе. Это определенные практики медитативные, дыхательные и энергетические, включая цигум, кундалини, йогу и другие практики. Если человек придерживается данного образа жизни, да, задействовать все эти элементы, то человек рискует, как бы, да, иметь энергетику лучше среднего. Но дальше этого все равно мало, этого все равно недостаточно. То есть это дает какой-то базовый уровень, но дальше, как бы, нормального духовного развития на вот этой энергии, получаемой в физическом мире, его не получить. То есть та энергия, которая требуется нам для развития духовного, она находится в мире духов, а эта энергия, она находится в области тонких планов. И для того, чтобы эту энергию получить, для того, чтобы вот эту энергию на своих тонких телах начать накапливать, требуется взаимодействовать и начать научиться взаимодействовать с внешним миром, с вот этой многомерной, как бы, да, мирозданием, таким образом, чтобы получать энергию, чтобы накапливать некий энергетический потенциал. И с этим мы главным образом будем работать на нашем курсе. Мы говорим о том, что мир, он не только материален, да, что он далеко не ограничивается физическим планом. Мир многомерен и достаточно сложно устроен. И помимо вот этого физического мира, на восприятие которого настроено ваше сознание, да, то есть у вас точка сборки восприятия сконфигурирована таким образом, чтобы вы обычно воспринимали только вот физический мир, там, где у вас физическое тело болтыхается, да. Но помимо вот этого мира физического существует очень большой, достаточно многообразный тонкий мир, тонкие планы, на уровне которых есть разные миры, есть разные каналы и достаточно большое количество обитателей, достаточно большое количество различных источников энергии, которые там существуют. И в магии развития идет именно за счет проникновения на тонкие планы, за счет обучения быть осознанным на этих тонких планах, осознанно с этим миром духовным взаимодействовать, осознанно взаимодействовать с теми источниками энергии, которые на этих тонких планах существуют. И взаимодействие с этими источниками энергии вы можете накапливать свою энергию в своих, как бы, духовных тонкоматериальных составляющих, наращивать те компоненты, да, своего существа, которые присутствуют на тонких планах. И условно, как бы, так, в общем, скажем, именно это и дает развитие и появление определенных способностей магических. То есть для того, чтобы развиваться духовно, получать какие-то способности сознания, необходима некая специальная энергия, энергия сознания. Эту энергию ее не получить в физическом мире. То есть эта энергия ее не дает пища, да, и эта энергия не дают какие-то обычные взаимодействия. Для того, чтобы эту энергию получать, нужно учиться взаимодействовать с миром духовным, взаимодействовать с теми потоками энергии, которые в этом мире тонком существуют. И мы здесь говорим об энергетике самой планеты. То есть можно сказать, назвать это, скажем, природой, да. То есть мы говорим, что у организма планеты, как бы, вот, у природы есть тонкие планы, есть определенные энергетические потоки, с которыми можно взаимодействовать и таким образом, получая, развивая определенные способности. Существует некая технология, которая позволяет это делать, которая позволяет взаимодействовать с данным многомерным пространством. И эта технология называется техникой фаербола. Это некий набор энергетических упражнений, который позволяет двигать, сдвигать свое восприятие, сдвигать точку сборки осознания. За счет манипулирования определенным энергетическим потенциалом, который мы формируем, работая с биоэнергетическими упражнениями, определенными прямым обратным энергетическими кругами в нашем организме, мы формируем определенный потенциал, сгустер, Благодаря которому мы дальше можем двигать свое сознание в многомерном пространстве. Благодаря данной технике фуэрбола мы можем сдвигаться в многомерном пространстве и взаимодействовать с определенными потоками энергии, взаимодействовать с определенными потоками сил. То есть данная технология, она нам позволяет с вот этим многомерным пространством начать взаимодействовать осознанно, начать взаимодействовать целенаправленно, поскольку сознание обычного человека, оно все время зацеплено за мир физически, да, и в такой позиции не получается взаимодействовать с какими-то потоками, с какими-то источниками энергии. И для такого взаимодействия нам нужно научиться свое восприятие смещать. Умея смещать свое восприятие, мы можем взаимодействовать с объектами духовного плана, которые находятся за пределами вот этого мира физического, да, то есть мы, наше тело, оно остается как бы в любой позиции, да, где находится наше тело, неважно, но мы из любого места можем настроиться на любой объект тонкого плана, про взаимодействие. Скажем, умея взаимодействовать в многомерном пространстве, нам нет необходимости идти, ехать в какое-то место силы, если мы хотим от этого места силы запитаться энергией, да, то есть я могу просто дистанционно настроиться, включиться туда своими тонкими телами, начать взаимодействовать с этим потоком, начать взаимодействовать и запитываться. То есть, скажем, там немного дальше, у меня за домом есть определенная белая зона на территории, а не за домом, это где-то полкилометра, километр-полтора, там есть некое такое энергетическое пятно 17-го канала энергии жизни, проявление как бы потока жизненной энергии. И я могу в это пятно включаться дистанционно, мне совершенно не обязательно туда идти. То есть, умея манипулировать своим восприятием, мы можем начать взаимодействовать с объектами тонких планов. И одним из таких потоков является, потоков силы, да, протекающих на тонких планов, является поток 21-го канала. Вот эти тонкие планы, они не являются какой-то абстракцией, то есть в магии есть карта данной территории. Карта, которая описывает структуру строения тонких планов, описывает миры, которые есть как бы, да, выше, скажем, чем вот этот мир физически проявленный. И эта карта описывается схемой дерева Сефирот. Существует некое соответствие частот этой схемы дерева Сефирот и наших чакр, да. И вот этот мир физически, он у нас соответствует самой нижней Сефире Малькут, красная полоса, соответствующая уровню нашей Младхара чакры. И, скажем так, называемый астральный мир небезызвестный, он будет у нас соответствовать Сефире Есот, частота манипула чакры, которая формирует у нас астральное тело. То есть здесь мы на слайде видим кусочек дерева Сефирот, нижняя так называемая часть, нижняя область дерева Сефирот, которая находится ниже полосы 17 канала, соответствующего уровню Анахата чакры. С Анахата чакры у нас начинаются ментальные тела. Ниже у нас находится область, связанная с нашим организмом, связанная с нашими телами. И это область людей первых трех каст. Особенностью этой области является то, что на базе сил, которые располагаются в этой области, базируются какие-то глобальные эгрегоры, на которых базируются люди первых трех каст. То есть каждый из вот этих каналов, они пронумерованы, они соединяют круги, которые являются сефирными мирами. Каждый из этих каналов представляет собой определенные потоки сил. То есть есть миры, которые обладают разным потенциалом энергетическим, и за счет этой разницы формируется поток силы. За счет того, что миры на тонких планах обладают разными потенциалами, формируют вот эта разница, она перетекает с одного мира в другой. И формируется некий поток силы, формируется некий энергетический канал. Каждый из этих каналов обладает некими своими свойствами, своими характеристиками, качествами. Да, и эти качества, они нам становятся понятны из-за изучения и исследования свойств дерева сефиру. Здесь мы речь сегодня ведем о канале 21, который находится в так называемой правой части дерева сефиру. Это чудная сила, она течет из-за сефира в ход, мир в ход, он же мир мертвых, мир, в котором находятся умершие тела. И эта сила, она из этого мира в ход течет в физический план. То есть эта сила, она протекает у нас с частоты Нахата чакры до частот Муладхара чакры. Причем этот поток энергии, эта сила, она течет в так называемой правой части дерева сефирот, связанной с водным сдвигом. Связанной со стихией воды, связанной с прошлым временем. В водной стихии мы говорим о каких-то событиях прошлого, о том, что произошло когда-то, давным-давно. И здесь идет некое замедление во времени. Здесь в случае формируется некая остановка, замедление относительно текущего ритма. И здесь происходит сдвиг энергии, сдвиг сознания назад во времени в прошлое. И здесь идет работа с некими силами инерции, с некой плотностью. И вот этот чудный поток 21 канала, на нем базируется эгрегор христианства. Наверное, многим из вас понятно. Водная религия, некая, которая связана с событиями прошлого. И эта религия, она достаточно молодая относительно. И она как бы не первая, которая на этом канале базировалась. То есть, скажем, до вот этого эгрегора христианства, здесь был на 21 канале, существовал достаточно долго эгрегор митраизма. Митраизма, гладкая религия, митра. И там, в общем, было практически то же самое. Очень много похожего с вот этим самым христианством. Но мы сегодня с вами о религии говорить не будем. Нам это особо не интересно. Нам интересует, нас интересует сама энергетическая составляющая. Нас интересует взаимодействие с неким потоком энергии, потоком силы. Который позволяет нам запитаться, заполниться энергией. И нас интересует свойство этой энергии. Способ взаимодействия с ней. Та работа, которую можно на базе данной энергии получить. Значит, основные характеристики данной энергии. Это энергия, вот этот поток силы, который течет из сефира Ход, мир умерших в сефиру Малькут. Наш физический план. Эта энергия лежит в основе христианства. Человек, проводящий эту энергию, входит в контакт с неким Богом-человеком. С неким каналом вот этого Бога-человека. В котором отражается некий принцип идеального, в котором отражается некий принцип идеального человека с точки зрения системы, с точки зрения сознания нашей планеты. И взаимодействие с вот этим Богом-человеком. То есть это некий поток светящейся энергии, скажем так, который присутствует внутри вот этого потока силы. Этот поток, он сообщает нам некие принципы правильного поведения, некие принципы правильности с точки зрения сознания планеты. И проводя эту энергию через себя, соблюдая определенные правила поведения, которые в религии называются заветами, человек становится угодным системе. Человек становится угодным, как бы, угодным сознанию и получает важные неоспоримые преимущества перед окружающими. Такой человек, от него будет идти некое качество добропорядочности, да, добродетельности. И такой человек, он будет получать от мироздания все необходимое. То есть такой человек, он или она не пропадет. Такому человеку будут помогать, да, будут совершаться какие-то события происходить, там, возможно, чудеса какие-то. И в рамках необходимого человек будет по жизни все получать для себя, для своего развития. Поскольку система, да, сознание планеты будет о человеке заботиться, пока человек будет соответствовать этому, как бы, закону системы. То есть такой человек, проводник этой силы, будет получать все необходимое для своей жизни. И он будет, или она будет иметь некую защиту системы, да. То есть некие духи, защитные защитники будут этого человека оберегать от негатива, от каких-то энергетических ударов, от каких-то жизненных потрясений. Девиз данной карты называется «Успех». То есть говорится о том, что эта энергия, она связана с некой успешностью, да, она человеку некий успех приносит. И здесь на карте мы видим некую ногую деву, танцующую в золотом свечении, внутри венка, да, вокруг венка, как бы, чернота. Да, и по углам расположено четыре так называемых магических животных. То есть здесь нам говорят языком картаро определенными ключами, которыми написано, да, это изображение. Здесь говорится, описывается настройка на состояние для того, чтобы начать взаимодействовать с этим потоком силы. То есть, во-первых, из схемы дерева сиферот, на прошлом слайде, предыдущем, мы выяснили, что данная сила, она у нас протекает по частотам от анахата до манипура муладхара чакры. И эта сила, она находится в правой части дерева сиферот. То есть, если мы хотим с этим потоком взаимодействовать, нам нужно свою вот эту точку сборки, да, которую мы манипулируем в многомерном пространстве, которая нам позволяет, да, двигаться, смещаться в многомерном пространстве. Нам нужно выставить свое восприятие в определенную координату, да, то есть нам нужно свое восприятие поместить в многомерном пространстве, вот в эту область, там, где этот поток силы протекает, там, где этот поток энергии существует. Тогда, войдя в зацепление с этим потоком, мы сможем стать проводником этого качества и совершить определенную работу. Войдя в амплитудное значение этой энергии, взяв ее по максимуму, мы сможем реализовать некую ситху, некую сверхспособность, которую данный поток энергии дает. И основная здесь ситха это получение необходимого и получение помощи высших сил. Когда высшие силы начинают вас вести по ситуации, начинают вам помогать, начинают нормализовывать ситуацию. Также мы выяснили, что девиз этой карты является успех. То есть говорится о том, что эта энергия, она неким образом с получением успеха связана. Здесь вот это дело танцующее, она показывает некое такое беззаботное ход по жизни. Когда человек идет, катается на неких волнах. Здесь показано некое такое состояние беззаботности и состояние гармонии с природой, состояние гармонии с мирозданием. То есть дело, она здесь танцует, она крутится на одном месте при этом. И в картах Таро дело показывает интуицию. Видите, здесь дело ногая. Это обозначает, что мы абстрагируемся от тела. То есть здесь наше тело, оно не важно. Здесь важно наше духовное составляющее, наше сознание. Дело в картах Таро показывает работу интуиции. И вот распущенные волосы, то есть активные, достаточно большие. Здесь говорится о лоцировании. Она крутится на месте, и она как бы как локатор. Знаете, как вот эти военные локаторы работают? Там вот эта тарелка, она крутится вокруг. То есть вот это дело, то есть наша интуиция здесь, она должна работать как такой локатор. Она вот находится в гармонии с мирозданием, она крутится, да, как вот эта тарелка в радиолокационной станции. И она сканирует энергии вокруг, сканирует вокруг мироздания. При этом сама дело, она находится в золотом свечении. Это золотое свечение, это канал Бога-человека. Это некий принцип идеала, некий принцип, некое качество такого человека идеального. То есть в этом канале проявляется вот это качество Бога-человека. Это как бы такой человек совершенный, потенциал, к которому каждый из нас может прийти. То есть мы все как бы несовершенные, не Будды ни разу, отягощенные всякими грехами и так далее. Ну и тому подобное. У кого как, кто сколько занимается своим развитием. И дальше вот внутри этого канала содержится как бы принцип. Принцип некого идеального человека такого, который является как бы копией Бога. Да, то есть в восточной, скажем, троптовке можно сказать, что это Будда. Да, что это как бы здесь как бы вот это состояние Будды вот заложено. То есть в христианстве как бы тоже есть некий свой Будда такой, его называют Христом. Почему-то. Вот, то есть вот этот принцип идеального, да, принцип Бога-человека, он здесь заложен. И он здесь проявляется. И интуиция наша в этом канале, она как бы вот крутится, да, вот в этом золотом свечении такого идеального, гармоничного свечения вот этого канала Бога-человека, который здесь проявляется, да. Вот. При этом говорится, что мы опираемся на энергии природы, да, зеленый венок. То есть энергия природы, вот этот семнадцатый канал, энергия Солнца преобразованная живыми существами, которые циркулируют, да, в организме планеты. Мы здесь на эту энергию опираемся, на свою анахату. При этом мы начинаем чувствовать свои тонкие тела, вот этот шар, который дело держит в руках. Вот. Таким образом мы получаем состояние вот этого силы двадцать первого канала. Беряя это состояние, мы можем совершать определенную работу, да, и мы получаем определенные преимущества в социуме. Мы можем оказывать определенное воздействие на свой организм, на какие-то ситуации, да. Мы можем здесь получать энергию, запитываться энергетикой, увеличивать, да, свой энергетический потенциал, поднять свой иммунитет, сопротивляемость организма в внешней среде. Вот. И мы здесь способны получить необходимое, получить поддержку от системы, помощь в каких-то делах. Мы здесь получаем помощь высших сил за счет того, что мы начинаем вне себе нести вот этот, как бы, принцип Бога-человека, некую такую святость, как бы, да. То есть тогда система и мироздание, окружающие люди, они к нам начинают по-другому относиться совсем. Понятно ли вот это? То есть вот это, как бы, основная вводная часть по введению такое базовое в работу с данным каналом.